Виталий, ты сегодня комментировал два матча Виталий, ты сегодня комментировал два матча Я как раз хотел сказать, что мы сегодня видели много разгромных результатов Здесь всего 2-0 То есть, в принципе, можно сказать, что ребята из Кабардино-Балкарии, но, по крайней мере, в горячей лицом не ударили Да, абсолютно точно Где-то они, может быть, действовали попроще Где-то за счет индивидуального мастерства Но, в целом, и неплохие подходы у них были То есть, можно, наверное, говорить о том, что команда... Первый матч провела удачно Потому что все-таки играла с фаворитом И второй матч, который ты сегодня комментировал Команда Раю Валикана из Йошкар-Олы встречалась... Да, с автовинил из набережных Челнов Тоже победа в сухую Победа 3-0 Раю Валикану С довольно красивыми забитыми мячами Со средней дистанции Вообще, ёшкар-Олинцы Понравились организованностью В первую очередь Потому что они не позволяли соперникам находить какие-то свободные зоны Не позволяли много моментов перед своими воротами создавать В свою очередь, сами, может быть, не были супер ярки в атаке Но то, что создавали, все забили абсолютно Где-то, может быть, даже забили то, чего и не должно было залетать в ворота Вот так Ром, у тебя, я так понимаю, были более разгромные результаты Расскажи о тех матчах, в которых ты работал Насколько я видел 6-2, 6-2 и там и там и там Да, если у тебя было два сухих результата У меня было два матча по 6-2 Команда из Донецка Победа Вынесла, можно сказать, по крайней мере, в первом тайме Команду Юность из Камень-Уральского Била со счетом 4-0 Но потом немножко, видимо, расслабилась И дала сопернику приблизиться Но все равно было видно, что играет с большим запасом И, ну, команде Юность, которая дебютирует в КФЛ Будет, ну, на мой взгляд, сложно чего-то добиться Ну, в плане спортивного результата на этом турнире И вот совсем недавно завершился матч Московской команды Хайтек С Валерием Лихобавенко мы пообщались В принципе, он все изложил Матч, наверное, сложился бы более равный Если бы не очень необязательное удаление Игрока из команды Витязь, да, из Уфы Потому что человек на ровном месте получил Вторую желтую карточку Оставил команду в меньшинстве И именно вот этот момент команду надломил Потому что, когда появился на поле Седьмой полевой игрок Вновь игра выровнялась И Уфа смогла забить два мяча В целом обе команды показали Что обладают исполнителями высокого класса В первую очередь, это, конечно, касается Хайтека Но я думаю, что уфимцы свое последнее слово еще не скажут И, конечно же, очень интересно посмотреть на бразильцев Которые вот-вот начнут свой матч Как ты думаешь, Рома, вот по итогам такого вечера Кто все-таки главные фавориты, что ли, турнира Можно ли кого-то выделить Вот по первому дню Мне кажется, что примерно все те же люди И претендуют на главный титул КФЛ Ну, наверное, я с тобой соглашусь К сожалению, вот прям всех фаворитов я не видел Но единственное... Но ЦДК победили ЦДК победили, да Они идут, уверенно, к какому-то, наверное, пока локальному успеху Но со знаком минус, наверное, удивила команда СПЦ Потому что она уступила Нижегородскому локомотиву Уступила по делу Могла уступить крупнее, чем 0-1 Вроде, как говорят, у них не совсем все хорошо с составом Нет трех основных игроков Но, как бы то ни было, им необходимо прибавлять Если они хотят добиться чего-то серьезного Напомню, это действующие чемпионы России Да, ну и у нас такая, в общем, не самая благоприятная, что ли, погода для футбола Да, на Сиатунь-парке И дождь, и довольно промозгло На твой взгляд, как это повлияет на дальнейший расклад сил на турнире? Потому что, ну, чувствуется, что какие-то футболисты, может быть, выходя на замену Немножко подмерзшие такие уже вечером Ну, если кто-то подмерз, я думаю, что буквально через 10-15 секунд на поле Вся эта мерзлота, когда человек начинает двигаться, выходит Но, как это может сказаться, это может добавить Интриги? Ну, в какой-то степени интриги, а в какой-то степени может добавить вестов командам, которые лучше готовы физически Более атлетичным командам, не тем, которые любят на короткие играть То есть не поразить? Через бас Ну, наверное, не поразить, если мы вспомним, как их описал Валерий Лихобабенко, то точно не им Потому что в такую погоду класс, наверное, еще важнее Потому что еще сложнее держать все вот эти вот защитные и атакующие построения именно вот в нужном порядке Ну, и на этом, наверное, будем заканчивать нашу вечернюю студию Встретимся уже завтра на КФЛ-2019 Пока